Кража Монолизы из Лувра в Париже в 1911 году вызвала мировой резонанс. Укрывшись в шкафу с метлами и тряпками до момента закрытия музея, сотрудник Лувра Винченцу Перуджа забрал картину, оставив на стене всего четыре железных колышка. Два года спустя и вор, и картина были найдены. Шедевр вернулся в музей в 1914 году. Однако не всем картинам повезло так же. Многие украденные произведения искусства еще не найдены, и их местонахождение остается загадкой. Сегодня мы продолжаем вас знакомить с картинами известных художников, которые были похищены. Давайте начинать! Праведные судьи Украденная в 1934 году картина «Праведные судьи» Яна Ван Эйка находилась в соборе Святого Бавона в Генте, Бельгия. Картина была частью Гентского алтаря, созданного Яном Ван Эйком, период между 1426 и 1432 годами. На панели, которая, возможно, была написана его братом Юбертом Ван Эйком, изображены несколько современных фигур, а также портреты Яна и Хьюберта Ван Эйка. Как ни странно, «Праведные судьи» были единственной частью 12-панельного алтаря, которая была украдена. На смертном адре предполагаемый вор Арсен Гидертье утверждал, что знает местонахождение картины, но уносит секрет в могилу. По сей день местонахождение картины неизвестно, хотя уже давно предполагается, что она была уничтожена. Утраченная панель была заменена в 1945 году бельгийским копиистом Джеффом Вандервекеном. Мост Чаринг-Кросс. Между 1899 и 1904 годами импрессионист Клод Мане написал свою знаменитую серию «Чаринг-Кросс-Бридж» в Лондоне, изображая мост в разное время дня и с разных точек. Но 16 октября 2012 года ценители изобразительного искусства лишились творения французского художника. Шесть преступников всего за две минуты смогли выкрасть картину Мане, написанную им в 1901 году, и еще шесть не менее ценных полотен. До сих пор непонятно, как воры смогли так легко и быстро проникнуть в охраняемый музей и бесследно вынести полотна. В январе 2013 года стражи порядка вышли на след грабителей и смогли установить всех участников кражи. Но главным фигурантом, от которого зависела судьба всех шедевров, стали не сами грабители, а мама одного из них. В ходе следствия женщина призналась, что сын передал ей на хранение все картины. Находчивая дама спрятала полотна в старом чемодане и закопала его на кладбище. Когда она узнала, что сына вовсю разыскивают правоохранительные органы, решила избавиться от улик. Недолго думая, чемодан с шедеврами был брошен в печь и подожжен. Чтобы подтвердить или опровергнуть слова матери грабителя, была назначена экспертиза Золы, которая установила, что в ней действительно находятся частички старинных красок и полотен. Читающая девушка в белом и желтом Частью той же кражи в Роттердаме была картина французского художника Анри Матисса «Читающая девочка в белом и желтом». На картине, написанной в 1919 году, изображена задумчивая девушка, читающая книгу, сидящая рядом со столом, украшенным цветами. Кража из Кунстальского музея стала крупнейшей в Нидерландах за последние десятилетия. Даже несмотря на то, что местонахождение картин было обнаружено, вернуть произведение искусства на свои законные места не удалось, так как все они сгорели. Портрет Фрэнсиса Бэкона Пропавший с 1988 года портрет Люсьена Фрейда «Кисти Фрэнсиса Бэкона» был украден из Берлинской национальной галереи, возможно, поклонникам Бэкона или студентам. После похищения Фрейд создал плакат о розыске украденного портрета, но это не принесло никаких результатов. На плакате изображена монохромная версия картины с надписью «Розыск» красного цвета, а также данные о награде. Украденная картина была создана более полувека назад и принадлежала галереи Тейт, но во время кражи портрет был выставлен в Берлинской галерее. Информация о местонахождении картины с тех пор так и не появлялась. Девушка у открытого окна Картина также была похищена из Роттердамского музея Кюнгстах в октябре 2012 года. Полотно полигогена, созданное им в конце XIX века, грабители умыкнули вместе с другими шедеврами. Всего добычей воров стали семь произведений изобразительного искусства. Судьба девушки у открытого окна, как и всех украденных, в тот день картина казалась печальной. Даже несмотря на то, что мать одного из преступников уничтожила все улики путем их сожжения, это так и не спасло преступника. По результатам экспертизы, остатков сгоревших картин удалось определить, что это были те самые похищенные полотна. У Тортони Полотно французского живописца исчезло из музея Изабеллы Стюарт-Гарден в Бостоне в 1990 году, как и 12 других известных шедевров. ФБР вело расследование целых 20 лет, но так и не смогло выйти на след преступников. Поговаривали, что кража века — дело рук международной мафии. Спустя 10 лет после ограбления американского музея, о похищенных картинах весь мир заговорил снова. Полотна были выставлены на аукционе. Как мы говорили в прошлом выпуске, преступникам удалось в два счета обхитрить охранников благодаря тому, что они выдали себя за полицейских. В итоге работники музея оказались прикованными наручниками к трубам и провели всю ночь в подвале галереи, пока их на следующее утро не обнаружил другой охранник, заступивший на свою смену. Мозаика церкви Паная Канакария Этот случай действительно можно охарактеризовать как историю со счастливым концом. Во время турецкого вторжения в 1974 году на Кипер из церкви украли мозаику с изображением святого Марка. Работе было больше 1600 лет, и до 2018 года они ничего не слышали, пока одна британская семья не купила старинное настенное украшение для своего дома и не решила оценить его. Узнав об истинной ценности и редкости произведения, семья согласилась вернуть лик святому кипрскому народу за сущие пустяки 11 миллионов 400 тысяч долларов. Наверное, не стоит говорить о том, что власти Кипра согласились на покупку, ведь мозаика – важный пример раннехристианского искусства, которое мало сохранилось в стране. Три персонажа Это картина с удивительной судьбой. Написанная в 1970 году мексиканским художником, она была продана одному американцу. Мужчина купил полотно на аукционе за 55 тысяч долларов как подарок для жены. Но в 1987 семья переезжала и оставила все вещи, включая картину Тамайо, на складе временного хранения. Склад ограбили, и картина пропала. Лишь в 2003 году некая Элизабет Гибсон шла по улице и заметила бесхозную картину. Она забрала ее домой, а потом решила оценить у эксперта. Именно тогда выяснилось, что картина считается украденной. Элизабет вернула персонажей знакомым владельцам, получив награду в 15 тысяч долларов. Но и это не все. В 2007-м картину выставили на аукцион, где ее продали за 1 миллион 49 тысяч долларов. И Гибсон получила небольшую долю от той продажи. Мальчик с мыльным пузырем Картина была украдена в 1999 году из муниципального музея Драгиньяна. Преступники придумали очень хитроумный план. Они выбрали день, когда все улицы были перекрыты и переполнены людьми и машинами из-за парада военной техники. В музей они проникли через здание библиотеки, которое примыкает к зданию Драгиньяна. Когда полиция прибыла на место, преступники уже успели скрыться в неизвестном направлении. Мир уже практически простился с произведением «Мальчик с мыльным пузырем» и даже считал его утраченным навсегда. Однако французская полиция в своих поисках вышла на след преступников спустя 15 лет после преступления. Надежда на то, что работу можно вернуть, появилась тогда, когда полиция узнала о намечающейся сделке по продаже шедевра. После продолжительной слежки за двумя подозреваемыми, сыщикам удалось выйти на место, где было спрятано известное полотно. Преступники были задержаны, а мальчик с мыльным пузырем возвращен. Кража картины «Крик». В галерею Осло банда налетчиков вошла среди бела дня и угрожала пистолетами. Женщина-охранник послушно легла на пол, посетители музея просто разбежались во все стороны, и бандиты сорвали это полотно и еще одну картину Мунка со стены. Сели в автомобиль и уехали. Приехавшая через четверть часа полиция, естественно, никого не нашла. «Крик» обнаружили только спустя три месяца и вернули. Интересно, что Мунк написал еще одну версию картины, и она хранилась в его собственном музее. Но и ту картину похитили. Правда, полиция нашла грабителей по горячим следам и быстро вернула полотно. Исчезновение шедевров словно списан из голливудских блокбастеров. Дерзкие ограбления, безуспешные поиски с участием ФБР и Интерпола и навсегда утраченные произведения. База данных Интерпола по украденным творениям искусства насчитывает свыше 52 тысяч экземпляров, которые еще только предстоит найти и вернуть в музеи. Какие известные произведения искусства были потеряны или украдены, ну а потом обнаружены и вновь возвращены на свое законное место, покажет время. Обязательно подпишитесь на канал. Оцените это видео лайком и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового ролика подобного формата. До новых встреч! Пока!